Доброе утро! Вообще-то этот влог должен был начинаться в Польше, но у нас тут непредвиденные обстоятельства. Короче, сегодня мы нашли нашу машину под завалами снега. Томик её реально откопал лопатой. И теперь вот всё расчищают в посёлке Туннели. И, кстати, рассказывала одна моя зрительница в комментариях, что иногда этот посёлок засыпает так, что три дня отсюда выехать нельзя. А мы сегодня рано утром собирались ехать обратно в Польшу. Не знаю, что из этого получится, но буду держать вас в курсе. Чтобы вы понимали, вот там вход в магазин. Я, конечно, в шоке от происходящего, потому что у нас такого количества снега я вообще ни разу не видела. Только в каком-то глубоком детстве я помню такую ситуацию. И я знаю, что во многих регионах, откуда вы меня смотрите, это как бы обыденная жизнь зимой, но здесь горный серпантин, понимаете? И это самая большая проблема. И теперь я знаю, почему так много заправок. Одна моя зрительница, опять же, написала, что их так много здесь, потому что до ближайшей заправки ты можешь просто-напросто не доехать. А снег нужно как-то расчищать. И если посмотреть, то каждый убирается рядом со своим домом, чтобы хотя бы можно было выйти. И всю эту технику нужно заправлять. Просто расчистить дорогу здесь не получается, так как некуда сворачивать снег, поэтому снег вывозят тракторами в определенное место, чтобы все тут в снегу не утонули. Томас еще успевает шутить. Говорит, здесь, наверное, даже женщины умеют это делать. Колбасимся с колесами. Ну, позитивный настрой это самое главное, чтобы вы понимали. С одной стороны вид, и как бы со второй. И здесь вот столько снега. Прикол в том, что инструкция черно-белая. И фиг разберешь, что тут нужно сделать. И написано там, к цветному крючку что-то прицепить. К какому цвету? Уточняйте, пожалуйста, производители. И мы вот тут столько стоим. И просто буря мозга происходит. Что и как сделать. Ползем потихоньку вниз. Серпантин. Фух, я бы здесь не справилась. Ну, вот мы и дома. Добрались без проблем. Спустились в горы. Снега уже не было. Я думала, приеду и разберу елку. Она до сих пор у нас стоит. Но дома такой аромат хвои. И, кстати, в этом году мы купили какую-то такую елку. Это не классическая ель, насколько я понимаю. Я в растениях не разбираюсь. Вы уже об этом прекрасно знаете. Но, смотрите, совершенно не сыпется. Поэтому мы решили еще на чуть-чуть ее оставить. Впервые за долгое время Краков так сильно засыпало. Аж настроение лучше. И светлее дома. И солнышко пробивается. В общем, бомба. Идем за Микушей. Вот это она обрадуется. Я очень-очень соскучилась. Теперь все в сборе. Столько радости, столько любви. Лапочка моя. Шладкая. Ты ангелочек? Опа. Какая фигура получилась. Ангелочек. Игнат. Ты чего? Маму забросаешь слишком. Разный момент. На раз, два, три. После нашего хоть и мини-отпуска накопилось так много разных дел. Начиная с того, что все нужно было перестирать, пораскладывать по местам лыжи, теплые вещи, костюмы. Мы так и не обновили с Томиком. Я думаю, что вы уже поняли, так как все еще закрыты магазины. Потом еще нужно было убраться после новогодних праздников и зимних каникул, которые у нас очень сильно затянулись. Вообще Захар был на онлайн-обучении, получается, с начала ноября или даже с конца октября. Я уже, честно говоря, потерялась. И с 18 декабря у мальчишек были вот эти зимние каникулы. И с 22 января снова открылись садики и начальные классы. Поэтому мальчишки уже пошли в свои группы, в свои классы. И они с таким удовольствием просыпаются, они с таким удовольствием едут, возвращаются. Потом рассказывают, как прошел их день. Они очень сильно соскучились по общению со сверстниками, по разнообразным занятиям, которых огромное количество и в детском саду, и также в школе. Еще перед Новым годом ко мне приехала посылка. Это подарки. И многие из вас спрашивали, Оля, что за худи, из которого ты не вылезаешь? Очень красивый цвет. Я с вами согласна. Качественное. Иногда этот оттенок кажется тауповым, таким холодным серым. Смотря с чем надеваешь, и вообще какое освещение. Иногда он даже отдает какой-то такой пыльно-розовой ноткой, что ли. Очень крутое. Это милскарта. И я отвечала вам, а вы мне говорите, Оля, это сумки. Пожалуйста, скажи, откуда худи? Да, они сейчас начали отшивать свои вещи. У меня есть несколько новинок из их первой коллекции. Мы, собственно говоря, с вами все попримеряем. И тем более, мне есть что сказать, так как я стирала эти вещи, носила их, и они все еще выглядят как новые. Вот так это худи смотрится на мне. Сейчас оно после стирки. Я его даже как-то не отпаривала специально. То есть, видите, что ткань классная, а качественная она не мнется. Мне нравится, что сидит свободно. У меня одно из них в размере побольше, а второе поменьше. В инфобоксе я вам точно напишу. У них помимо таких полуспортивных, повседневных вещей, есть еще и классические. Очень красивое сатиновое платье в таком молочном цвете. И вообще классные вещички они отшили в новой коллекции. И помимо онлайн-магазина у них также есть бутик в Питере. Так что если вы бываете там, то заглядывайте к ним. Это то, что я вот заказала. У меня была такая возможность, да, вы знаете, что мы с ними дружим. Это то, что я заказала в первую очередь, потому что я сейчас как-то перешла больше на вот такие вещи, чем на трикотажные костюмы, потому что просто-напросто в них теплее. Брючки у меня тоже от них, они на завышенной талии, то есть ничего не будет мерзнуть, как-то поддуваться. И есть еще и карманы. Я всегда это очень ценю, как-то так уютно, когда есть куда спрятать руки. Брюки и худи с начесом, поэтому даже когда холодно, вот мы были в Швейцарии, я не надевала под эти вещи термобелье и совершенно не замерзла. Стильненько, удобно и тепло. Вот гляньте, какая ткань. Они сами отшивают эти вещи в России, и у вас всегда активен мой промокод, который дает скидку 10%. Тоже напомню в инфобоксе. И вы не поверите, но вчера вечером я сидела и заполняла документы для оформления Игната в школу. Шок. Да, я тоже не заметила, как быстро пролетело время. Я знаю, что многие из вас со мной с тех времен, когда я еще не беременела второй раз, потом я была в положении. И да, наш младший сын идет в вот этот класс, который перед первым, типа подготовительный. В Польше это называется Зырувка. И, конечно же, мы не будем разделять мальчишек, ничего не станем менять. Мы довольны частной школой, в которую мы отправили Захара. Называется она Цхерцо. Находится в Кракове. И разнообразие занятий, и вообще уровень того, что они там учат в первом классе, это тоже, ну, иногда кажется слишком. Но я понимаю, что Захар очень быстро схватывает все, как и остальные детки. Я проверяла его успеваемость. У нас каждые три месяца присылают отчет. И все хорошо. Поэтому я думаю, что мы приняли правильное решение. Как минимум, это лучше, чем та школа, которая находится у нас здесь рядом, государственная. Так что пока есть такая возможность. Тем более, что я вам говорила, что это не настолько дорого, как мне казалось раньше. Второй худи у меня черного цвета. Я не просто так натянула капюшон. Хотела показать вам, что он человеческого размера. И утром, когда я куда-то тороплюсь, там, выгулять собаку, или еду за продуктами, отвожу куда-то детей, то не всегда беру шапку, а вот так надеваю капюшон, и потом мне нужно никуда его пристраивать, и шапка не потеряется. Так что у меня тут, видите, все продумано. Ткань у худи точно такая же, как в брюках. Поэтому это костюм. И вовсе не обязательно надевать это все с чем-то однотонным, я имею в виду обувь. Можете выбрать что-то повеселее. То, что невозможно не заметить, это новая сумка, которую также подарили мне Милскарта. Спасибо огромное. Я могла бы быть амбассадором этой модели. Она есть у меня во многих цветах. И вот на празднике была свекровь. Увидела у меня, я подарила ей белую. Очень она ей понравилась. Говорит, такая необычная. Тоже универсальная, потому что вы каждый элемент можете отстегнуть и носить по отдельности. Со второй стороны есть логотип. Можете повернуть, как ваша душа пожелает. Монетница также отстегивается. Можно ее убрать и положить в сумочку в качестве какого-то кошелька или сложить туда зеркало, помаду, как вам нравится и как только вы захотите. Я просто балдею от двухцветного ремешка. И вот все предыдущие сумки Милскарта у меня были с серебристой фурнитурой. Это первая с золотом. И она у них оказывается тоже красивая. Вы спрашивали, откуда моя большая сумка-бананка черная. Тоже была в поездке. Периодически во влогах я в ней мелькаю. Тоже Милскарта, но у них очень быстро разбирают сумочки. Поэтому следите за их обновлениями. Они отшиваются в лимитированном количестве. Но всегда что-то интересненькое есть. Еще две недели тому назад мы с Томиком сидели. И он вдруг спрашивает, Толя, а как бы ты хотела провести свой день рождения? О чем ты мечтаешь? И у меня так каждый год. Я честно вам говорю, что я только отхожу от новогодних праздников, от всех этих торжественных мероприятий. И снова нужно что-то отмечать. У меня на мой день рождения уже просто не остается сил. И в этом году, тем более, вообще нет никаких планов. Совершенно. Завтра мой день рождения, 26 января. И, во-первых, нельзя собираться в большие группы. Поэтому всех друзей не пригласишь. Рестораны по-прежнему закрыты. Непонятно, когда это изменится. Я бы хотела отправиться в поездку, но в ближайшее время нам это не светит. Во-первых, по всем известной причине. Во-вторых, мы теперь больше привязаны к школе, к садику, ко всем этим делам. И, возможно, когда откроют отели, какие-то спа-центры, мы с Томиком вместе проведем выходные. А завтрашний день в узком семейном кругу, наверное, пообедаем. Не знаю. Торт сама себе не заказывала. А что там придумают мальчики? Посмотрим. Говоря об итогах 33-летней жизни, мне кажется, что мне есть чем гордиться, еще есть к чему стремиться. И я довольна и очень-очень благодарна жизни за то, что у меня есть. Все, что я могу сказать. Я знаю, вы будете спрашивать, что у меня на губах. Я вообще готовлю для вас выпуск с аналогами моих фаворитов, а также с бюджетными находками. Но то, чем я сегодня накрашена, на губах у меня карандаш от Charlotte Tilbury. Были еще и покупки от Charlotte. Надо как-то будет тоже накраситься и рассказать, что я думаю по этому поводу. На что вам тратиться не надо. Но вот это реально очень дельная вещь. Карандаш Pillow Talk. Он довольно быстро расходуется, но текстура и цвет подобного оттенка у меня нет. И я не встречала в других брендах. Поэтому уверена, что это не первый и не последний карандаш, а помада мне совсем не зашла. А на ресницах я рассказывала вам в одном из последних видео, что использовала тушь, тху-тушь, сыворотку X-Lash. Сейчас у меня реснички восстановились. Я нанесла всего один слой базы под названием Vary Teo Teveline. И также один слой туши, тоже Vary Teo Teo. И вот такой результат, как вы видите сегодня на мне во влоге. Я прям очень довольна. Вот эти три штучки часто сейчас у меня на глазах и на губах. И последняя обновка из категории вещей – это удлиненная белая рубашка. Особенно берите на заметку те, кто ищет хорошую по качеству, еще раз повторюсь, и также высокие девочки, потому что мне придется однозначно ее как-то подвязывать поясом. Я еще буду думать, как ее стилизовать, но это тренд этого года. И также летом можно использовать, например, в качестве какой-то туники. Я часто надеваю именно удлиненные рубашки. Сейчас попробую составить какой-то наряд. Это просто закон подлости. Я потратила 20 минут на то, чтобы найти широкий пояс, и так и не смогла его отыскать. Убралась так убралась. Теперь не знаю, где что лежит. Зато вы сможете рассмотреть, как сидит эта рубашка без дополнительных аксессуаров. Это натуральный хлопок, поэтому со временем она может немножечко мяться. Это абсолютно нормально для натуральной ткани. Сбоку с двух сторон разрезы, и сзади она удлиненная. Я уверена, что буду носить ее много-много раз. Вот такой элегантный образ у меня получился. Вы спрашивали, откуда мои туфли-ботинки. Это старая коллекция Манго. И к этому наряду я решила добавить еще одну сумочку, которую мне подарили Милскарта. Элегантная. Она есть в нескольких цветах. С красивым бантиком. Это тоже кожа. Все сумки приходят в красивых коробках. Они еще и перевязаны белой лентой. Праздник какой-то открывать их. Сумочка чудесная. Вот эта милейшая ручка. К ней также еще прилагается текстильная, длинная, если вам так удобнее носить. Сумка жесткой формы. То есть она навсегда останется такой. Внутри одно отделение. Еще есть кармашек без замка и с замком, чтобы запрятать что-то более ценное. Как всегда, к каждой сумочке еще и прилагался пыльник. Приехала я в магазин Юск. Идем посмотрим, что там. Я планирую кое-что прикупить для нового интерьера. Как-то еще до праздников именно здесь посмотрела сочетание коньячного цвета и синего. Это нечто. У меня, кстати, есть такие подушки. Они более медовые все-таки. И синие вроде у меня есть. Даже не подушки, а наволочки. Так что я их сейчас перестираю, наверное, и поставлю вместе. Правда красиво? У нас, конечно, не в каждом Юске такой ассортимент. Интересно, как вы произносите название этого магазина? У нас говорят Юск. Но вот если хочется чего-то, угадайте, зачем я приехала. Ну, вообще, и форма, и цвет, и легкий градиент. Интересный подсвечник. Такой формы, типа как закрученный. Но золотистые элементы, наверное, я не буду внедрять. Еще чашечки. Они супер хрупкие. И чашек у нас достаточно. Ну, хоть порассматриваю. Кто же мне запрещает, правильно? Мисочки. Мисочки всегда можно найти какие-то в Юске. Вот эти тоже супер трендовые. У меня в руках, правда, чашечка, а это мисочки. И в Икее, например, они дороже. Разделочная доска. Чуть меньше, чем за 10 долларов. Они бывают супер дорогими. Это, конечно, небольшая по размеру. Но я люблю даже какие-то закуски подавать на ней. И вообще, в качестве декора на кухне смотрится симпатично. Мне эти подушечки по цвету не подходят. Но, мало ли, может, вам пригодится эта информация. Очень красивый. Пудрово-розовый, черный. И вот еще запрятаны, типа, тауповые. Но с нашим серым диваном они, конечно, сольются. Свеча, типа, как в жестяной банке. Но мне такое нравится. И вот еще с кожаным таким элементом. Девочки писали, между прочим, что они приятно пахнут. А вот о таких подсвечниках я всегда вам говорю, что они дают нереально атмосферный свет. Это уже есть в коньячном цвете. Но, наверное, я все-таки остановлюсь только на одних. У меня есть вот такая свеча. Тоже хорошая. Они постоянно продаются в Юске. Вижу, что у нас появились новые. Вот тоже приятно пахнут. Определенно, да. Еще нашла вот такие веточки. Они тоже искусственные. И зеленый вазон мне давно нравится. Но нет, не могу покупать все. Он, кстати, тоже не очень дорогой. Как для такого размера в Zari Home продавали бы раза в три дороже. А вот эти подушечки в действии. Вот с таким состаренным деревом. Тоже супер стильно. Если вам нравятся золотые элементы в ванной комнате, то здесь есть относительно недорогие держатели. Туалетные бумаги. Какие-то специальные холдеры для косметики в душевую кабину. И также шкатулки для бижутерии. Они, к сожалению, дешевыми не бывают. Вот поменьше и совсем вместительная большая. Несколько отделений. Одно большое и два поменьше. Мечта вот таких кресла. Не совсем таких, а похожих, круглых. Наверняка вы видели где-то в Пинтересте или в Инстаграме. Но для нас это тоже не вариант. Потому что их нельзя будет как-то постирать, а чистить каждый день. С фанатизмом тома, как в чистоте... Ой, нет. Започка, започка. Да. Мы с Микусей сейчас будем вам показывать... Мика, оставь, пожалуйста. Будем показывать покупки для дома. Вы сейчас этого не видите, но впервые за долгое время в конце января у нас все еще новогодний декор. Да? Мика здесь очень важный член семьи. И без меня никак. Так уже хочется все как-то обновить, освежить. Я очень люблю период распродаж, зимних скидок. Мика, не жили тюльпаны. Потому что благодаря каким-то маленьким деталям даже старый интерьер может заиграть совершенно по-новому. И сегодня будут покупки из разных магазинов, из разных мест. Но я думаю, что все это доступно. И, кстати, в этот раз я решила основательно подойти к вопросу, потому что я купила новые шторы, чуть-чуть в другом оттенке, без цветочков. И пришлось купить новую тюль. Мика, ты не знаешь почему? Она хоть и была в зацепках, но она висела. Потом Мика играла с детьми, несколько раз зацепилась когтями. В общем, образовались вот такие дыряхи. И я купила новую тюль в Икее, которую я покажу вам в следующий раз. Сейчас буду чихать. Первыми будут покупки из Ларедут. У них есть много прям супер вещей. Я вам серьезно говорю, то, что я заказывала у них весной, вот служит мне верой и правдой. Я очень довольна. В этот раз я заказала меньше, но зато с хорошими скидками. И также один элемент будет на следующее Рождество, на этот год. Да, я люблю на распродажах приобретать какие-то вещи на следующий сезон. Я уже четко представляю, что следующее Рождество будет в других цветах, а скорее всего в бело-золотистой гамме. Давайте сразу покажу, о чем идет речь. Это золотистая зеркальная свеча, которая будет располагаться над обеденным столом. Я думаю, что я повешу ее еще на Пасху. Вовсе не обязательно покупать именно звезды. Есть типа солнышки или просто какие-то кружочки зеркальные. И есть гораздо меньше. Просто выбирайте такой размер, какой нужен вам. И мне нравится, когда три элемента разные немножечко по размеру, по форме. И тогда это как-то так интересно, по-другому, а не просто картина. То, что я опять же буду использовать на Пасху и на следующее Рождество. Скатерть белая с вот такими красивыми узорчиками. У них хороший текстиль. У меня есть, так как я сказала, полотенце, скатерть белая. Хорошо не просто, знаете, в использовании, а также после стирки. Отпариваешь, и еще можно выбрать нужный вам размер. Катерти у нас, в принципе, никогда без дела не лежат. Я люблю красиво накрывать на столе не только на празднике, а, например, в выходной день, там, в воскресенье, когда мы едим обед дома. Все семьей к нам еще иногда приходят наши родственники. Не иногда, а довольно регулярно. И для меня это особый вид удовольствия. То, что я давно себе хотела, но понимала, что это скорее такой праздничный вариант столовых приборов. У нас на каждый день с цикадами, которые вы постоянно видите во влогах. Когда я что-то готовлю, я даже ножи оттуда использую, потому что они острые, как пилочки, хорошо развязают овощи. Понятное дело, мясо. В ресторанах иногда встречаются те столовые приборы, которые у нас на каждый день. А вот мне так хочется белого с золотом, что я не устояла. Взяла сразу три комплекта столовых приборов для большого количества персон. Напишу вам в инфобоксе, на сколько человек рассчитан вот такой набор. Здесь сразу есть большая ложка, вилка, нож и маленькая чайная ложечка. Помимо этого, в своих фантазиях я нарисовала себе вариант того, как я буду это все сервировать с салфетками. У меня обычные такие прямоугольные белые салфетки из хлопка из икеи. И вот мне давно хотелось иметь еще и кольца. Для салфеток я обязательно куплю себе еще и серебристые. Это как новый уровень сервировки стола. Если вы любите всякие домашние прибамбасы, то вы сейчас меня понимаете. Обычные, не фигурные, а очень лаконичные кольца золотого цвета. Это опять же состаренное золото. И с белой салфеточкой это будет шик и блеск. И вот таких колечек я взяла тоже несколько наборов, чтобы хватило для всех гостей. И никто не остался без красивой сервировки. Кстати, если вам не хватает вдохновения не только на сервировку стола, а на ремонт, на организацию пространства, на наряды, макияжи и так далее. Вот лично я захожу на Pinterest. Это сейчас не реклама, просто это действительно то, что развивает насмотренность, пролистывая разнообразные картинки, у тебя как будто появляются флешбеки. А можно так? А вот это здорово выглядит. А теперь попробую по-другому. А вот так лучше. А это скорее не для меня. Там реально картинки в любом стиле и на все тематики. Так что если вам не хватает идей, то гляньте на Pinterest. Я еще и часто сохраняю что-то. Не воссоздаю один к одному. Но просто это помогает мне как-то, вы знаете, именно вдохновиться. То, что у меня есть в другой расцветке. Но Томак додумался постирать и, к сожалению, это испортилось. Поэтому мой вам совет, протирайте влажной губкой или влажной тряпочкой и все будет хорошо. Это дорожка на стол, которая пропитана как бы резиной, поэтому она не пачкается. Даже если что-то выливаешь, то протер и как новое. Такую дорожку я кладу не только на наш обеденный стол, но и на террасу. Летом мы часто едим что-то там, устраиваем гриль и гости приходят. И вообще приятно выйти и попить кофеек. И даже если пройдет дождь, то смахнула рукой и все сухое и чистое. Еще одна большая покупка из Ларидут. Это лампа. Если помните, у нас когда-то была очень похожая. И я, к сожалению, задела ее и разбила. И потом, сколько бы я ни пыталась найти такую же, именно прозрачную, не какого-то цвета, я нигде ее не встречала. Можно поменять абажур. Классический, вот такой белый, довольно большой. Старую я, конечно же, не выбрасываю. Я отнесу ее на чердак. И там она у нас будет храниться. Точнее, в кладовую, наверное, так. И сейчас хочется какого-то минимализма. И когда мы будем перекрашивая стены, я уже задумала, что я тоже поменяю. Наверное, не в этом году, а в следующем. Мы планируем такой мини-косметический ремонт. Просто освежить цвет стен и поухаживать за полом. Но я все-таки внедрю какие-то маленькие детали. Под люстры хочется определенные элементы. И, возможно, тоже поменяем люстры в зале. Эти нужно будет сначала продать, но это все на будущее. А вот лампа, Томик уже вкрутил сюда лампочку, поставили. Она такая уютная, она такая красивая. Вот, несмотря на холодный и довольный дизайн, все равно в любом интерьере она смотрится очень красиво. Но если вам хочется чего-то цветного, то такие колбы бывают и разноцветными. Или можно по настроению менять абажур. Дальше у нас с вами покупки из Юска. Я вам показывала, что произошло с моим пледом в очень красивом коньячном цвете. Он еще и такой мягенький. Я покупала его в Zari Home, но он безбожно скатался. И пледы для нас это не просто элемент декора. Каждое утро дети просыпаются и еще такие полусонные сидят здесь на диване под пледиком, греются. Этот пледик все-таки отличается по цвету. И он мягчайший. Прям хочется его заобнимать. По размеру? По размеру. 140 на 200, то есть такой приличный. И класс. В дополнение к новому пледу. У меня есть похожие по цвету подушки, поэтому особо как-то, знаете, не сходила с ума с новыми наволочками. Я взяла вот такие подсвечники. Вот сейчас в камере они не выглядят настолько круто, как в реальной жизни. Так что если у вас есть Юска, то советую отправиться, если, конечно, вам такое нравится, и посмотреть. Очень красиво. Можно использовать еще и как бокалы. Они такие большие. Ставишь сюда дилайт обычный, и я уверена, что это будет смотреться прям бомбово дома. Увидела расслабляющую свечу. Думаю, берем. В общем, свеча в таком же цвете. В H&M есть очень похожие. Разные формы, с разными ароматами, разных цветов. Даже если вам нравится что-то в узоры, то там однозначно найдете. У них бывают разные коллекции в этом плане. И даже когда свеча догорит, можно закрыть и оставить как декор. Со мной из ДиКи приехал малыш. Теперь он будет жить с нами целых три. Это гиацинты, они белого цвета, вырастут. Три луковички, и обычно они вырастают, начинают как-то некрасиво выгибаться. Но каждый год после новогодних праздников я покупаю или нарциссы, или гиацинты. Для меня это как символ весны. У нас завозят такие комнатные нарциссы, гиацинты. Их потом можно, наверное, высадить. Нужно почитать в интернете. И у меня дома есть несколько разнообразных горшочков, но в них всегда что-то стоит. То какие-то цветы, то приправы. У меня сейчас вот даже на приправы не хватило горшочков. Так что купила в Юске. Но даже в строительном магазине можно найти обычный глиняный горшочек. В Эйтендеме он бы стоил раза в три, наверное, дороже. И как раз по цвету подойдет мне в этот раз. На наш обеденный стол, так на каждый день, взяла новую дорожку светло-серого цвета. Обычно они везде темные. И как раз на вот этой дорожке расположатся новые подсвечники. Я вас обманула. В Юске я взяла еще одну подушку. Да, не было наволочки без наполнителя. Но красивая расцветка. Она такая, опять же, мягенькая. И сейчас в камере она смотрится светло-серой. Но она больше как светлый беж, наверное. И вот так еще и синий. Такое у меня настроение. Господи, я, наверное, это не подниму. Да, это очень тяжело. Пока сниму покупки и накачаю заодно. Вот такой. И он на самом деле очень вместительный. Сюда можно поставить даже какие-то сухоцветы. Ихух. Будет красиво. И вишенка на торте. Моя покупка из Икеи. И это бокалы для шампанского. Самые внимательные. Рассмотрели одну единственную фотографию в сторис в инстаграме, которую я сделала в Икеи. И говорят, Оля, ты купила эти бокалы? Да, я купила всего 4 штучки. Вот просто для настроения. Это такая эстетика. Когда-то мы были у подруги, у моей Моники, летом в гостях. И она наливала шампанское в такие бокалы. Только они у нее винтажные. И если у вас такие есть старые, доставайте. Это сейчас очень модно. Это так стильно. Это так красиво. Я могла бы из них пить даже воду. Правда, они маловатые для такого количества, сколько я пью в течение дня. Но, тем не менее. Ну, это же красотень. Да. Не на каждый день вещи. У нас есть классические бокалы для шампанского. Тома, когда их увидел, говорит, у тебя что, не хватает бокалов? Хватает. Ну, мне нравится, когда все разное и четыре штучки для них всегда найдется место. Показала вам все обновки для дома. То, что есть в наличии онлайн, я, как всегда, оставлю в инфобоксе. А в следующем влоге мы с вами все это будем расставлять. Ко мне пришла посылка. Я уже думала злиться, потому что свой адрес компании я не давала. Но тут я заметила, что маркером написано «Это не рекламная рассылка». То есть кто-то решил сделать мне сюрприз. Вооружилась ножом, сейчас раскрою. Я вам клянусь, это не реклама. Я общаюсь с некоторыми своими зрительницами. И теперь уже прочитала от кого. Это от Кати. Она говорила, что пришел мне какой-то сюрприз. И я что-то как-то забыла об этом. Видела неоднократно такие красивые бутылочки. Хлорофил у них продается и всякое разное. Вот Катя прислала мне коллагены. Что-то еще в отдельной коробке. Вот хлорофил видела. Алоэ, это, по-моему, польская компания. Я видела у нас их в аптеке. Господи, как это мило. Катя положила мне еще ту сгущенку, которую я очень люблю. Здесь такую не найти. Так что я сегодня прям отправлюсь за вафельным тортиком. Ну, говорила, что сама торт не заказывала. Но получится, что сделаю себе. И на день рождения я съем свой любимый торт. Это реально самое вкусное лакомство, которое я могу себе позволить. За которое мне не будет стыдно. Я сижу и буквально душу в себе слезы. У меня аж комок в горле стоит. Я не то чтобы сентиментальный человек, но меня очень легко и просто растрогать какими-то такими, вот знаете, мелочами нематериальными. Что произошло? Я открыла конверт. И здесь целое письмо, написанное от руки. Здравствуй, мой любимый блогер. И дальше я читать не буду. Спасибо огромное. Я думаю, то ли мне кажется, то ли реально пахнет каким-то ароматом. Вот я еще не дочитала, но, по-моему, все-таки пшикнуто. Это настолько приятно. Спасибо большое. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Я сейчас еду... Нет, сначала я пойду погуляю с Микой. У нас снова идет снег за окном. А дальше я поеду купить ингредиенты для тортильи. Я обязательно покажу вам способ того, как ее можно складывать с разными ингредиентами. Это вкусно, это удобно, это просто. И я подсмотрела его у польского блогера Джессики Мерцедес. Обязательно поделюсь с вами в следующих влогах. Если вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх. Мне всегда очень-очень приятно. Хорошего вам времени суток, хорошего настроения. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.